Интернационал Он, конечно, сейчас живет и работает в Москве Вообще родился в городе Бухараб, в Узбекистане И окончил музыкальное училище в Ташкенте И потом уже был конкурс «Гнезий джаз» Где он очень удачно выступил, потом был в Москве И сейчас этот полноправный участник российской джазной сцены Барабайщик Игнат Кравцов из Екатеринбурга попал на московскую сцену Альбец и Хазианов с аксофоном Казань, одна из старейших джазовых сцен в России Региональных, там еще в 1947 году, знаете, поселили оркестра Олега Лонстренна Который возвратился из Китая, где, собственно, родился и жил первые 15 лет своей жизни И начиная с тех пор, с конца 1947 года, Казань — это одна из самых ярких джазовых сцен в России Альбец и Герзианов именно оттуда Затем, конечно, учился в Российской академии музыки Игнисинов Там, где и делают самых штучных наших самых лучших молодых джазмеров А вот история руководителя, лидера этого коллектива, она вообще совсем другая Олег Гебарян из Ростова Ростов-на-Дону у нас традиционно считается третьей по значимости А может быть и первой джазовой региональной сцене в России Был, конечно, Ленинград, теперь Санкт-Петербург, есть Москва Но есть и Ростов-на-Дону В Ростове-на-Дону впервые было введено в высшее джазовое и музыкальное образование В Ростовской консерватории еще в конце советского периода В Ростове-на-Дону были прекрасные оркестры В Ростове-на-Дону были коллективные школы И там был и есть до сих пор замечательный детский джазовый оркестр Которым до сих пор руководит чудесный музыкальный педагог и секс-фонист Андрей Мачников Как раз детский джазовый оркестр в 2002 году я видел этот оркестр в Одессе Даже не в России Вышли такие вот шкеты Самому крупному, ну, было, наверное, лет 11 Все остальные были помельче Их хватили такого настоящего оркестрового джаза С мирным, все как полагается И после двух-трех номеров Андрей Мачников сказал Сейчас мы представляем нашу новую звезду Нашу новую вокалисту, ее зовут Алина Гебаряна Вышел такой кружечный ребенок Вот с мизинчик размером И как... Вы знаете, я от взрослых вокалистов не всегда слышал такую хватку Такую артистическую подачу, такое тонкое понимание стиля Но я, конечно, не удивился, когда впоследствии узнал, что Окончив курс с обучением в Ростове Алина поступила в консерваторию при Циклаусе В Гронингене в Нидерландах Где ей педагогом был выдающийся русский американец Наш великий русский джазовый музыкант Александр Сипягин, который там преподает каждый год И совершенно логично было, что после консерватории в Нидерландах Алина переехала в Нью-Йорк И около пяти лет работала на Нью-Йоркской сцене Вы знаете, когда молодая вокалистка не из Америки На пятом году жизни в Нью-Йорке Уже доставляла крупность на кип-папы Четырехкратными обладателями Грэмми Одним из самых известных инструментальных коллективов Не чисто джазовых, как и на грани джаза и рока И современной электронной музыки Как Бекова колеска Это, в общем, говорит о том, что человек далеко пойдет Ее сольные альбомы выходили на лейбле Которым возглавлял лидер Сарки Папы В общем, мы бы, наверное, долго не увидели еще Алины Энгибаря Но пандемии работать для джазовых музыкантов в Америке не стало И многим из тех, кто из других стран родов пришлось вернуться в свои страны Просто потому, что нужно было бы дальше делать И не сидеть же в подвалах вечером в ожидании того, что жизнь как-то придет в норме Алина оказалась в Москве И теперь уже в Москве преподает И у нее несколько своих музыкальных проектов И она выступает в проектах Олекса Сипягина Когда Сипягин приезжает в Россию, а приезжает он регулярно И я очень рад С одной стороны, конечно, не буду продолжать карьеру в Нью-Йорке С другой стороны, мы российскую музыку видим теперь обогащенной Из-за того, что Алина сейчас у себя на родине в России Представляет свою удивительную музыку Знаете, бывает джаз, который хватает, захватывает, тащит А бывает, когда джаз передает эмоции крайне тонко, крайне деликатно И это вот как раз случая Лида Вся ее музыка авторская, все это написала она сама И все это она вам сегодня представит со своим квартетом Квартет Алины Янгибая Добрый вечер Курск Я думаю, что для большинства из нас это первая поездка в Курск, поэтому сегодняшний вечер будет, надеюсь, впечатлением для вас и для нас тоже. Мы начнем с оригинальной композиции, которая называется «Пульс дня». Пульс дня Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok